практике найти любовь вы хотите практике найти любовь или практике еще чего-то слушайте живите и это самое важное дело в том что человек очень часто хочет придумал себе и говорит я хочу переехать сыном на квартиру я хочу переехать в другую страну я хочу переехать еще куда-то не то все не то дело в том что вы уже страдаете от того что у вас этого нет когда человек страдает от того что у этого нет то бог видит это как страдание от того что она у вас появится хотите верьте хотите нет именно поэтому это нужно отпустить не замужем отпустите нету квартиры отпустите пусть у вас будет одно желание поставьте это желание и делайте практике для того чтобы обрести счастья и везения для человека который живет в этом мире есть два качества которые мега могут изменить его судьбу это качество быть везучим и качество быть счастливым поэтому счастье мы можем найти развивая в себе это счастье при помощи чего удивляетесь восхищаетесь радуйтесь малому переходите на большее так все будет радовать а потом уже начинайте выполнять практики для везения это тоже есть там обретение фортуны там есть мантры коды и там куча всего они не потеряли свои актуальности никогда не потерять я еще раз хочу сказать вы просто вы просто не понимаете все что есть у человека все вещи которые есть у человека они ему равны все неравное этому человеку ему не дается или у него отнимается и все равное душе останется доброта и любовь есть равная душе увеличивая равная душе то есть увеличивая свою доброту увеличивая обожание внутреннее увеличивая по отношению к себе по отношению к миру по отношению к своей работе по отношению к цветочкам я не знаю к вы этим самым увеличиваете в этим самым увеличиваете материю правда путь к покупке квартиры это обожание чего своей жизни каким образом это я не могу подсказать прям не могу подсказать мне вот для знаете зачем люди придумали золото за золото можно обожать человек одевает золотое украшение смотрит на него обожает и почему придумали красивую одежду после себя в красивой одежде можно обожать почему придумали детей дети рядом под что их можно обожать почему есть такая красивая природа ее можно обожать почему есть аж а человек как это делает он не одевает красивую одежду почему испачкается а у него нет он там голодный пожатела некрасивая дети его бесит там зачем где ваша где ваш магнит материального в чем он в том что соседи ругаются вы их ненавидите в том что хотите жить в грязи в том что всех заставляете жить так как вам хочется в том что вас ненавидят и вы ненавидите вообще задайте вопрос как-нибудь себе пусть он звучит так кто и будут те люди которые придут к вам на похороны они вообще будут эти люди будут кто вас любит а вы знаете это очень важно вот если вот когда-то у меня было общение это было несколько лет назад мы очень долго дружили с борисом гребенщиковым правда-то мой друг я его очень хорошо знаю я дружил с ним и знаю его семью многое о нем знаю со всех сторон и вот в харькове когда-то мы встречались и он меня пригласил приехать в харьков на концерт он там привозил проводил концерты я приехал на концерт и мы с ним общались или борисом тебя так много людей любит он говорит я могу сказать я тот человек который нереально обожает и любит людей но у меня периоды у меня периоды когда я невероятно обожаю людей и из-за этого готов отдать подарить помочь и все раздать но бывают периоды из-за того что я отдаю очень много находятся те кто меня предает использует ведет себя нехорошо по отношению ко мне я разочаровываюсь и потом меня вновь зарастает 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 и потом вновь появляется у меня период когда я вновь всех обожаю всех люблю ко всем хорошо отношусь и в этот момент верю ты знаешь это у тебя видно сердце такое но то принимает уже не может как бы задыхается поэтому видишь видно путь у тебя такой но я ему говорю ты знаешь когда ты умрешь к тебе на похороны придет очень много людей будет а мне вообще все равно потом будет я верю ну вот видишь а у меня были случаи когда человек умер и к нему никто не пришел никто даже даже дочь из германии даже внучка из америки не приехали пришла только дочка тогда скажите могло ли быть что-либо материальное таковое не было ничего не было почему не был никому нужен были подруги которые не пришли были друзья которые не пришли и еще один случай был это был случай с моими близким человеком его анатолий михалыч звали и как-то он умер нами очень любимый близкий человек и вот когда он умер на улице было очень холодно это была середина февраля было минус 35 или минус 40 градусов это небольшой город в ровенской области и я приехал я еще находился за границей я приехал к нему на похороны и маленькой квартире подъезжая к его дому он жил маленькой однокомнатной квартире на первом этаже и перед домом стояла чтобы вы понимали где-то 600 человек людей мерзли они не могли зайти чтобы с ним попрощаться и все пешком пошли туда и каждый человек говорил потом вот когда сидели за столами одни приходили другие уходили то все говорили такие слова мы благодарны этому человеку за что кому-то он свое время помог квартиру кому-то он помог там теплым словом кому-то он помог советом для кого-то он был как отец для кого-то он там был поддерживал теплый так далее вы знаете знаете человек должен для себя выбрать как проявляется любовь и доброта вы должны понять что любовь и доброта это наше желание проявлять в этот мир любовь и доброту теплый совет желание теплый совет создать для кого-то это все это все важно это все прямо пропорционально прямо пропорционально богатству сразу же найдутся люди которые скажут дуйко ты врун почему но мы знаем таких людей которые воровали убивали и так далее а я не сказал что таким путем нельзя стать богатым я не сказал знаете данный путь не сложен такой человек моей жизни тоже был звали его александр александр он устроился он красивый мужчина накачанный такой почти двухметрового роста ему было 42 года и он работал в магазине где продают дорогую итальянскую мебель он встречался от к нему приходили женщины они выбирали итальянскую мебель такая мебель стоила там денег он знакомился с такими женщинами заморачивал им головы занимал угги занимал у них деньги если они просили обратно он их кидал и не отдавал если были неприятности то он их просто там либо избивал либо убивал я не знаю он очень состоялся он очень состоялся и даже стал в одной из стран очень знаменитым человеком которого сейчас уважают обожают и так далее но он бьет детей своих бьет жену у него он очень жестокий человек но внешне он он сейчас прямо вот внешне идеальная картинка для подражания внешне этот человек которому можно петь дифферамбы если у него день рождения то все люди ему говорят как он много сделал насколько он хороший и так далее но он выбрал для себя другой путь внешне он абсолютно он даже в церковь ходит и внешне этот человек очень очень благополучный счастливый и так далее но есть три качества он ненавидит всех он ненавидит всех его раздражают его дети его жена его мать его раздражают люди тот кто работает у него когда с ним разговариваешь я с ним спортзал ходил как-то и во время разговора вот он разговаривает так он там осудить это гандоны чтобы просто знали а что там люди то люди на блюде а эти то уроды и вот у него все люди знаете уроды и так далее но говорит как-то мне говорит а ты же мой дружбан мы так давно с тобой уже где-то где-то надо пересечь а там в ресторане по есть может какую-то общую тему найдем ты же знаешь что у меня там возможности такие сумасшедшие я там вообще у меня все есть и там вообще супер или но я не нуждаюсь у меня тоже все хорошо в жизни но так что там у тебя я говорю то нет ну конечно на твои звезды я не рассчитываю таких людей как ты тоже надо быть талантом и в этом момент я вышел из раздевалки и второй человек подходит ли саша а кто это он горит то лошара какой-то там дуйко пуйко ну чтобы знали просто что делается в душе у этого человека они внешне красивые но в них столько какашек это очень большое количество людей какашки какашки они другие другую жизнь живут их дети несчастны от того что они родились у таких родителей им тяжелая карма потому что они при всей своей благородности там внешности и так далее они могут очень откашливать сильно и человек говорит там нет нет я знаю таких что всех там кидают всех ненавидит ну слушайте жизнь это тело наши чехол знаете нам его дали чтобы мы радовались а душа бессмертная так вот душа бессмертная нам потом должна будет где-то возродиться и вы знаете слишком коротк наш мир для того чтобы от него не получить удовольствие и слишком он многогранен чтобы посвятить всю свою жизнь одной идее ненавидеть кого-то ненавидеть себя и делать вокруг себя поле ненависти и служить демонам такого самого зла